И еще несколько новостей, о которых нам хотелось бы рассказать, что еще важного происходит в нашем городе и вокруг него. Предприятие «Водоканалсервис» предупреждает в связи с проведением аварийно-ремонтных работ на магистральном водопроводе. 21 сентября с 6 утра до 12 часов дня будет прекращена подача холодного водоснабжения абонентам предприятия в северной части города и на поселке Мотозаводом по улице Советская от железнодорожного переезда до улицы Комсомольская. Просим жителей и юридических лиц сделать необходимый запас воды. Телефон диспетчером 64419. У ирбичан еще есть возможность до 20 сентября поддержать нашего участкового, уполномоченного полиции Сергея Загородникова в конкурсе «Народный участковый-2024». Напомним, всероссийский конкурс МВД «Народный участковый» проводится ежегодно и на первом его этапе, который проводится на уровне регионов. Участие принимают представители всех территориальных отделов внутренних дел. На первом этапе онлайн-голосование проводится до 20 сентября, после чего 10 сотрудников полиции, набравших наибольшее число голосов, будут представлены во втором туре. Ну а лучший участковый, уполномоченный полиции Свердловской области, выбранный жителями, примет участие в финальном этапе конкурса, который будет проводиться с 1 по 10 ноября. Отдать голос за нашего земляка можно, проголосовав на сайте Главного управления МВД России по Свердловской области. В Ирбите завершен сезон летних ярмарок. Последний из таковых. Зеленая осенняя ярмарка прошла в минувшие выходные на площади у Дворца культуры имени Костевича. Как всегда, здесь ирбичане могли найти саженцы, рассаду огородных и домашних растений и цветов, фермерские продукты, товары от мастеров народных промыслов. Отметим, по информации организаторов, за летний сезон в нашем городе было проведено пять ярмарок, в том числе самая масштабная – Ирбитская ярмарка. В них приняли участие около 600 предприятий, частных предпринимателей и более 700 мастеров народных художественных промыслов. Всего за лето гостями ярмарок стали порядка 50 тысяч человек, а их оборот превысил отметку в 50 миллионов рублей. Отметим, следующая ярмарка, уже зимняя, пройдет на бульваре победы 21 декабря, накануне Нового года.